Если вы хотите узнать, как Arizona RP может потерять свой онлайн, а также как его могут потерять другие GTA Samp сервера, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом данного видеоролика Arizona, роли PlayFenix IP, а также мой никнейм Данте Коннор находятся в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, в котором находится вся интересующая вас информация. И вообще там всё находится, что вам может только послужить в ваших расследованиях, разведопросах и во всём прочем. Ну а мы, как и полагается, начинаем. React Labs, а это хостинг, дата-центр и все прочие вот эти, знаете ли, синонимы, эпитеты и всё прочее. В общем-то, React Labs это хостинг, на котором стоит Arizona Roleplay, а также другие GTA сам сервера. И на него все встают, наверное, из-за того, что он единственный зарекомендовал себя с лучшей, наверное, стороны или ещё с чего-то. Потому что иначе я не могу объяснить, почему именно на нём стоят все известные вам сервера. Поэтому, как бы, ну, если у вас есть какие-то предположения, то это вы можете всё написать в комментарии под данный видеоролик. И, в общем-то, если вы напишите комментарий больше четырёх слов, то я его прочту, а, возможно, даже лайкну, возможно, сделаю с ним все прочие интересующие вас вещи. Поэтому, если вам всё это интересно, то пишите комментарий больше четырёх слов со своими предположениями, либо с настоящей версией того, почему абсолютно все сервера GTA Sample, которые вы знаете, стоят именно на этом хостинге. Поэтому, как бы, вот, опишите, и там я со всей этой вашей информацией ознакомлюсь, и впредь буду более внимателен ко всему этому. Так вот, React Labs в своей группе ВКонтакте, в официальной группе ВКонтакте заявил, что из-за карантина, который как раз-таки поднял всеобщий вот этот онлайн-самп, вообще онлайн-самп, можно сказать, поднял коронавирус, COVID-19 и все вот эти, вы знаете, прочие инфекции. Но это будет немного грубовато, потому что, наверное, коронавирус это... Хотя нет, давайте всё-таки предположим, что именно коронавирус поднял онлайн. Потому что то, что ввели карантин во всех странах, то, что теперь в Москве, знаете ли, выходит по QR-коду куда-либо, то, что в других регионах тоже выходит по всяким там смскам, QR-кодам и всему прочему, это всё следствие. А виноват-то во всём этом, как раз-таки, коронавирус. Без коронавируса не было бы всего вот этого онлайна, не было бы всего вот этого, знаете ли, органического трафика, который мы можем наблюдать на большинстве вообще известных каналов, по типу там Доктор Комаровский. Вы просто посмотрите статистику Доктора Комаровского, на нему там каждый день подписываются миллиарды человек, и миллиарды человек просматривают как бы его видеоролики. Поэтому тут, ну, абсолютно точно безоговорочно, коронавирус как бы лидер всех вот этих вот вещей. Однако, вместе с плюсами этого самого поднятия онлайна и всего прочего от коронавируса приходят и очевиднейшие минусы. Ну, допустим, очевиднейшее это то, что люди умирают, и некоторые люди заражаются, и вообще после коронавируса там организм ещё долго, насколько я знаю, восстанавливается. Опять же, неточная информация, мне нельзя верить, это вот то, что я где-то слышал, и я это ни в коем случае не распространяю, потому что сейчас за ложную информацию по коронавирусу вас могут оштрафовать, а в худшем случае, возможно, даже и посадить. Поэтому Колька Соболев находится прям, знаете ли, в такой зоне риска с его вот этой вот рекламой ТНТ Премьер, и сериалом вот этой вот эпидемии, и всем-всем-всем прочим. Поэтому, как бы, Колька, ты давай там вот будь аккуратнее со всей этой штукой, потому что если закон действительно будет работать, и с ним всё будет хорошо, то Колька Соболев как бы пострадает от этого прям значительно, и не сможет потом, знаете ли, там какие-то рекламные отдельные видеоролики отснять для Аризона. Но если только с зоны он это сможет сделать, как бы тогда будет нормально. А в целом, ну, сами понимаете, куда деваться. Вот, поэтому, как бы, коронавирус, да, это вот такая вот штука, благодаря которой ещё и идут такие, знаете ли, вот прочие вещи. Если раньше люди могли работать, люди могли сделать ещё что-то вот прочее, могли выходить на улицу, могли общаться, и в целом сеть так сильно не нагружалась, то сейчас коронавирус такая, знаете ли, коварная инфекция, коварная такая бацилла, которая заставляет абсолютно всех людей сидеть дома, и вообще непонятно, что со всем этим будущим мы все будем делать. Но, ну да ладно, в общем-то сейчас... Да, я слышал про коронавирусы, не знал, что у вирусов могут быть короны. Я не буду во всё это углубляться, есть большинство специализированных каналов, опять же, тот же самый доктор Комаровский, которого можно посмотреть, и что-то для себя прям такое отдельное узнать. Также там на The Люди выходят какие-то репортажи, вот. И, значит, из-за того, что все люди сидят дома, казалось бы, все люди сидят дома. То есть в Доте большой онлайн, в CSGO большой онлайн, фу-фу-фу-фу, конечно, не дай бог кому-то в эту штуку вообще играть, если её так можно назвать, вот. И, в общем-то, везде большой онлайн, и из-за этого, из-за того, что большое количество трафика отправляется туда-сюда, люди заходят, люди играют, люди сидят на Ютубе, смотрят Ютуб, на Ютуб льётся большое количество всяких каловых летсплеев, из-за того, что все школьники на карантине сидят, им, в общем-то, нечего делать, в Доту они уже поиграли, в CSGO тоже нужно, знаете ли, гайд в Майнкрафте заснять, как приватить территорию. Они всё это выкладывают с надписью www.bandicam.com, соответственно, сервера Ютуба не выдерживают, и получилось так, что уже даже там Ютуб заявил, вроде как, что из-за такой большой нагрузки он будет снижать качество видеороликов до 720p, то есть больше 4К видеороликов больше не будет, видимо, на Ютубе, но он это заявил уже достаточно давно, а ролики как выходили, у меня, допустим, в 2К они выходят так, они и продолжают выходить, поэтому, или это не 2К, 1400, в общем-то, ладно, вы можете там сами посмотреть, нажать на шестерёнку и посмотреть, в каком качестве выложен данный видеоролик. Так вот, мало того, что на Ютубе вроде как будет урезаться качество, также на вот этих вот всех хостингах мы можем видеть перегрузки, как бы у Сампо-то онлайн уже сколько там, 60 тысяч скоро будет, наверное, а как бы серваки-то вы сами понимаете, не выдержив, всё на одном React Labs, всё на нём, а как пишет сам вот этот React Labs, там Ростелеком что-то снижает, что-то жалуется на всё это, и вообще непонятно, что со всем этим мы будем делать дальше. Но одно можно сказать точно, если онлайн продолжит расти на GTA Samp серверах, если они продолжат забиваться, то React Labs рано или поздно может вообще не выдержать и взорваться. Разумеется, ладно, это шутка, разумеется, он не взорвётся, просто будет сложно зайти куда-либо в GTA Samp. Да и вообще, если тенденция продолжится, как бы, то вот так вот всё и получится. Казалось бы, то есть все сидят дома. То есть, React для Switch, он до этого всё время сидел дома, его заставляли куда-то выходить, а сейчас просто официально можно сидеть дома и официальные каникулы. Правда, непонятно, что будут делать люди с малым бизнесом и вообще, что там вот со всем этим будет. Поэтому, ну, не особо всё это понятно. Однако, поживём, увидим, что там будет дальше. Мойте руки, если выходите на улицу. А вообще, на улицу лучше не выходить, а вообще лучше держать социальную дистанцию. Поэтому, как бы, вот, берегите бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, а вообще, Arizona Roleplay Phoenix IP в описании. Там же ссылочка на мой телекрам-канал. Берегите себя и своих близких, а также здоровья своём. Всем спасибо, всем пока!